realme c67 версии 4g где подвох спросите вы ахалай-махалай привет друзья вы на канале кик точка ру с вами андрей у нас новиночка от компании realme как видите с 67 новый смартфон с nfc с большим дисплеем со стерео с камерой на 108 мегапикселей с быстрой зарядка уже в комплекте чехольчик комплекте и пленочка наклеена и все вот это такое щедро симпатичная за весьма вменяемые деньги где подвох спросите вы сейчас мы попробуем забраться где же здесь подвох какие есть плюсы и минусы у этого бюджетного но с другой стороны продвинутого телефона конечно же посмотрите предварительно сколько стоит этот телефон по ссылке под видео посмотрите сколько стоит допустим у конкуренты если понравится то вперед покупать но конечно не забываем задавать вопросы или делиться впечатлениями под этим видео в комментариях или в нашем telegram давайте собственно начнем ну и напоминаю про наш шесть месячный розыгрыш одного классного смартфона множество промокодов на покупку в нашем магазине условия простые пишем комментарии под этим видео причем содержательный понятный со смыслом комментарий следующие месяцы среди этих комментариев случайным образом мы берем один который получит главный приз смартфон в любой точкой российской федерации остальные победители получат также промокод на покупку в нашем магазине условия очень простые так что всем удачи и так он комплекте будут подобно останавливаться чехольчик силиконовые простенькие уже есть на экранчике пленочка наклеена зарядка на 33 ватт в комплекте usb type-c провод уже сразу при покупке вам так положили все что нужно на первых этапах задняя крышка здесь у нас пластиковая боковые грани тоже пластиковые что в принципе для бюджетника вполне стандартный показатель а вот задняя камера посмотрите здесь сделано каким-то узнаваемым способом выглядит на самом деле симпатично у меня есть такой цвет телефон хорошо лежит руке он полностью пластиковый не скользкий прям ну сразу несмотря на то что он вытянутый он не маленький нифига все равно в плане эргономики к телефону вопросов нет края полностью плоские то здесь в моде современных тенденций все плоское ничего не торчит ну кроме собственно кнопка включения блокировки но вот сама камера по себе торчит очень сильно без чехла использовать идея смартфон будет так себе на учитывая в том числе что он пластиковый пластик это материал мягкий быстро царапается и ничего хорошего у вас из этого не получится но в целом еще раз говорю телефончик придет очень приятное впечатление опять же на боковой части вот здесь имеется клавиши включения блокировки тоненькая и здесь же отпечаток пальца на деле клавиша очень тоненькая и вот для отпечатка не особо удобно и в этом плане могут быть некоторые нюансы но что касается остальных элементов управления то все стандартно две sim-карты карты памяти разъем для наушников тайп си зарядка и собственно основной динамик снизу второй голосовой играет роль то есть отдельного динамика для стерео здесь нет что касается влагозащиты я хочу про это прямо специально сказать потому что рим не к сожалению потихонечку идет путем компании сяоми которая про влагозащиту стала орать везде даже когда у них их не было во флагманах дорогих телефонах сейчас у них влагозащита есть в том числе и в среднебюджетных устройствах на это у сяоми у риме слагозащиты пока плохо и они походу прям вот тем же самым путем пошли потому что и сяоми тоже там за 10000 рублей телефон написано защита от воды айпи 54 и вот здесь и ну здесь я не вижу как это в рекламе но вот на наклеечки написано защита от брызг проблема в том что люди в это верят они приходят магазина тебе говорят смотри здесь написано защита от воды по стандарту айпи 54 или там защита от брызг ахалай махалай маркетологи вот это все придумали влагозащиты здесь нет айпи 54 это не влагозащита вообще ни от чего сюда вода попадет даже если просто вот так вот капните пипеткой сюда и она прям сразу попадет вот куда надо самый низкий уровень влагозащиты которому можно доверять это айпи 67 за дизайн задняя крышка вообще качество исполнения телефону точно пятерку довольно таки твердый довольно маленькие рамки симметричные по бокам сверху снизу снизу подбородочек не больше имеется но в целом дисплей гигантский 6 7 дюйма ips матрица full hd частота развертки 90 герц что отклика сенсорного слоя 180 герц и за это хочу похвалить действительно телефон очень отзывчиво по части тача но вот сам по себе дисплей мне как-то знаете показался несколько белесом что ли качестве изображения здесь не буду критиковать потому что разрешение в принципе вполне высокая опять же 90 герц здесь присутствует за счет чего картиночка плавная при использовании но вот сам все картинка какая-то странно отдельно отмечу странно работает яркость авто ярко здесь есть она работает более-менее на самом себе яркость смотрите вот у меня стоит где-то там на уровне 70 процентов 75 я вот прям чуть-чуть сдвигаю и телефон становится уже слишком пуском очень комфортно конечно в темноте ночью пользоваться но момент вот при использовании на этом ярком свету на солнце потому что в самый верх экран просто очень сильно белее становится и не очень комфортно не смотреть он сам по себе очень сильно бликует и получается те комфортно более-менее полюска растут на это прислотых 70 75 процентах влево вправо уже немножко сдвинул буквально 5 процентов уже какая-то картинка не такая становится я не понимаю почему так может быть сэкономили на матриц но при этом настройки здесь остались тут там темная тема какая-то опять же он не спасает здесь я начинаю видеть свою толстую рожу опять же переключал режим умолчанию здесь стоял режим 10 и 3 типа яркий переключил в режим rgb но не помогло мне кажется честно вот дисплей как-то виноват возможно или покрытие у него очень сильно бликует и при этом еще и белесы что начинки то хочу напомнить что у нас версия realme c67 версии 4g чисто технически существует версия realme c67 5g в котором стоит процессор mediatek 6010 больше отличий нет все остальное абсолютно одинаково вот но у нас версии 4g с процессором snapdragon 685 оперативной памяти 6 или 8 габайт у меня конкретно версия на 8 габайт встроена 256 гигабайт это процессор нам хорошо знаком по среднебюджетным устройствам в antutu набирает 323 тысячи баллов показатели вполне себе неплохой но звезд него особо не хватает для смартфонов до 20 тысяч рублей такой один из золотых стандартов на виду helio g99 чуть менее производительный там в игрушках но кому-то нравится больше потому что он поставит сразу google камеру еще чего-нибудь на принципе народ любит qualcomm даже если не очень удачный телефон не подтормаживает не лагает по крайней мере так значительно бывают некоторые какие-то такие фрезы под висаде но я честно говоря больше склонен их связывать с самой оболочкой потому что с ней вот есть внезапно в риме вопросы к оболочке но про это чуть попозже расскажу а при этом сам себе смартфон является вполне универсальным вариантом для тех кто и хочет рабочую лошадку поскольку он не тормозит особо и при этом принципе на телефоне можно и поиграть условные там танки условно там какой-нибудь папка запустится заработает и в принципе поиграть вы сможете но конечно чудес ждать не стоит это далеко не игровое решение да еще раз говорят тот же самый helio g99 намного более комфортно себя ощущает в сегменте до 20000 в игровых решениях опять же охотятся смысл за realme c67 на dimens 10 штаб 60 10 тоже особо смысла нет там плюс-минус тоже сам производительности но и при этом нужно понимать что носа об огромный дисплей еще и решение full hd еще и выкрашенный такой на яркость повыше-выше среднего это конечно здоровский потребитель электроэнергии зарика здесь на 5000 миллиампер комплекте зарядка 33 ватт телефон полностью заряжается за часа час двадцать час тридцать где-то и не могу сказать что он какой-то сильно прожорливый но вот батарейку прям кушает экран прям сильно кушает для зарядил поставил оставил на ночь сто процентов вечером было утром стал 99 за 6 1 процент всего дальше начинаем пользоваться и процент такой раз два три 4 5 вышел я процент искать уже заряд уходят экранчик конечно большой это здорово отзывчивые дамочки тоненькие но вот при активном потреблении дисплей поджирает неплохо так батарейку целом треном среднем использовании хватать должно телефона часов на 6 дисплея может быть 6 половиной средний показатель где с неба не хватает но допустим есть не так часто то день уверенный телефон двух случаев протянет а может быть и два если так часто еще раз говорю пользоваться телефоном селфи здесь на 8 мегапикселей но сафе как селфи качество особо у него нет опять же из-за дисплея как что она сильно белесая на так еще подшумливает активно но в целом вполне себе есть портретный режим различные небольшие бьютификации основная камера двойным модулем представлена 108 мегапикселей про который вам тоже все консультанты продавцы расскажут 2 мегапикселя ей помогает затычка такая себе для портретных снимков 108 мегапикселей звучит здорово но нужно понимать что это бюджетник много от него ожидать не стоит но на самом деле он показывает себя как по мне очень неплохо при хорошем освещении вообще получается приличные такие снимки и контрастность на месте цветопередача немножко перевирает конечно но в целом симпатично получается как минимум более того при сложных даже условиях вечер ночь сумрака и так далее смартфон даже в авторежиме пытается пытается и пытается иногда что-то вытягивает а получается вполне себе приличный снимок а еще если вспомнить что есть ночной режим то вообще прям можно жить иногда правда некоторые кадры запарываются куда-то уплывает фокус и вообще получается какая-то фигня и да получается фигня два распадает поэтому внимательно смотрите что у вас там происходит на экране но в целом телефон может выдать вполне себе неплохой результат ну и по части видео только full hd видео честно говоря слабенькая откровенно но принципе для бюджетника это понятно не стабилизации не особо картиночки со звуком у телефона кстати полный набор есть стерео есть раздерп для наушников проводных может включать что угодно можете беспроводные конечно же вот но в целом звучание вполне сносно так что телефону стандартная пятерочка за и разъем для наушников и стерео присутствующие в этом диапазоне точно 5 со связью у телефона нормально две сим-карты gps глонас nfc оплата телефоном тоже работает то есть с этим в этом плане все в порядке вай-фай 245 герц ничего такого выдающегося но просто просто нормально работает ну и прошивка вот наверное один из таких интересных моментов потому что работает это все на андроиде 14 типа realme юай 14 версии но момент в том что я не узнаю вас время ребята это не realme юай это я подумал бы что какой-нибудь realme core ну ты заходишь в прошивку а здесь нет ну и тут realme юай какие-то обновления постоянно приходит еще что-то говорят что здесь что-то поменялось из 14 андроида и поэтому вот это все выглядит довольно таки как-то странно больше похоже реально еще раз говорю на чистый android касается и шторки и настроек хотел значки от realme ну и в целом в интернетах жалуются что где-то что-то кого-то подтормаживает подвисает я не могу сказать что прямо у меня отчета здесь где-то было более того есть какой тут ассистент довольно таки приятный в целом все нормально работает настройки тоже присутствует спама тоже и рекламы здесь нет еще раз говорю вот я сам не виновным сам не глядя тыкнул какое приложение меня оставилось тут книги объектив чудо пасьянс и маркет фэйс может хрень брень какая-то все удаляется к счастью в целом я не увидел чего такого прям сверхестественного но и подводя итог по поводу realme c67 хочу сказать следующее приятный телефон по дизайну по размеру экрана 90 герц отзывчивость очень неплохой процессор с нами 685 вполне поиграть можно там нет на средних настроечках и в принципе сам все телефон особо не подтормаживает встроенной памяти достаточно зарядка быстрая 33 ватта в принципе знать как все в принципе при нем если телефон будет стоить там долларов там 130 150 допустим точно 13 15 тысяч рублей к 20 конечно это уже нет это уже нет он переходит в категорию realme 10 realme 11 и тут конечно вот момент да то есть надо смотреть сколько сейчас этот телефон стоит это вполне неплохой типичный бюджетник если он стоит дороже чем realme 10 или 11 брать его смысл никакого нет люби 10 11 будет лучше камера процессор автономность экран там правда будет oled но как бы момент и но принципе опять же конкурентов то него много и кроме realme да то есть это и тот же самый samsung a25 это и samsung к 15 это тот же самый какой там селами выводок пока x5 или какой-нибудь родный ноут очередной на самом деле вариантов не много но в принципе за свои деньги вполне вполне неплохо учитывая что здесь еще используется большой без дисплей хотя и несколько белесый стоит признать к этому принц можно привыкнуть а во слухом остатке неплохой большой приятненький бюджетничек без особо слабых мест так что смело смотрим сколько стоит берем пользуемся делись впечатлениями под этим видео в комментариях в нашем телеграм-канале ссылочки все на покупку и наш телеграм есть под видео с вас лайк подписка колокольчик с вами был адреки точку